Дорогие друзья, меня зовут Руслан и вы на канале Самовар Китчин. Сегодня мы будем готовить самое пожалуй диетическое мясо это мясо кролика у нас два молодых кролика значит мы будем готовить две версии то есть мы сделаем значит одного кролика замаринуем специально это все вам покажем сделаем его на мангале на углях и второго кролика мы замаринуем еще раз и сделаем его в тандыре так что не переключайтесь поехали так значит приступим к маринаду сначала мы замаринуем кролика который для мангала для углей возьмем небольшого кролика нам надо его разрезать значит смотрите как мы это сделаем вот такими кусочками я думаю будет нормально сейчас мы достанем значит смотрите вот это у нас печень у нас мы ее тоже пожарим у нас кстати я забыл будет гарнир будет гарнир барнир будет молодая картошка на сковороде на сливочном масле и вот эту печень и мы тоже пожарим тоже деликатес ребят начнем сейчас я режу крови смотрите свеженький жирненький как лишняя воду уберем вот у него еще здесь сердце я так понял погода нас опять не радует ребят дождь снимаем опять в экстремальных ситуациях вот так сейчас вот так вот так вот так Все готово. Так, друзья, маринуем сейчас кролика для шашлыка, делаем шашлык на мангале. Что для этого понадобится? Для этого нам понадобится соль, для этого нам понадобится перец, лимон и томатная паста. Хорошая, качественная томатная паста. И еще мы возьмем крымский лучок. Вот так вот, поехали. Значит, хорошо солим, ребят. Вот так вот. Вот так вот. Полукольцами делаем, ребят. Значит, мы сейчас открываем томатную пасту. Так, смотрите, как удобно. Раз. Так, подготовили томатную пасту. Добавляем лук крымский. Напоминаю, мы сейчас делаем маринад для шашлыка на огне. И все это хорошенько вот так перемешиваем. Добавляем томатную пасту. И еще одно. Попробуем сейчас. Вкусно. Да, вкуснятина. Все. И все это сейчас перемешиваем. Вот так. Все, чтобы пропиталось. Так, замариновали мы, значит, первую часть кролика для шашлыка, замываем крышку, убираем в сторону. Все, пускай маринуется. Сейчас мы будем мариновать кролика для тандыра. Для этого нам понадобится, поехали, соль, перец, розмарин и орегано. Так же нам понадобится лимон и чеснок. А так же самое главное, нам вино понадобится. Поехали. Берем соль. Берем. 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 Кстати вы не заметили Друзья у нас новый стол Обалденный стол Изготовил Для нас это Александр Мы его зовем Санчес Там массив ясеня Очень крутой стол Он еще не до конца доделан Но он очень нам нравится Так что Александру привет большой Значит сделали мы Орегано Тимьян Орегано, розамарин, соль и перец Сейчас нам надо значит Лимон Давайте Вот так Вот так мы лимончика Значит и И вина И вина Блин жалко Давайте хотя бы Немножко выпью Ваше здоровье Не болейте Будьте здоровы Поехали Добавляем лук Сюда мы добавили лук Порей Буквально чуть-чуть И добавляем чеснок Вот так Так же можно сливить И все это дело Мы Перемешиваем хорошо Все пропиталось вине Вино взяли белое Сухое Вот так вот Все друзья Закрываем На 30 минут Пленочку закроем И в холодильнике Либо в принципе Погода такая прохладная Можно и на улице Костер готов Тандель готов Ваше здоровье Выкладываем кролика На решетку Значит смотрите Крупные куски Мы выкладываем снизу Поменьше куски Сверху Правила очень простые Снизу жар сильнее И чтобы хорошо Приготовилось Вот так Тут у нас один кролик Весом он был По-моему 2 200 Или 2 400 Не помню Один был побольше А второй был поменьше Вот так Смотрите Какие ребрышки у него Хорошо надо растопить Поменяем Вот так Хорошо растопить Надо Согреть Тандыр Чтоб Был горячий И вот такие Маленькие Все Готово Сейчас будем Загружать Это все дело В тандыр Друзья мои Все Тандыр горяченький Поехали Друзья мои С Богом Опускаем Наш Кролик Вот так Вот И Закрываем Крышку Держим Тридцать Тридцать Сорок Минут Я думаю Кролик Молодой Он приготовится Быстро И Закрываем Крышку Сейчас давайте Друзья Пожарим Картошку Берем Лук-порей И Кольцами Нам надо Сливочное Масло Такой кусок Я не знаю Сколько Так Мы сейчас Его растопим И Добавим Лук-порей И молодую Картошку Молодую Картошку Мы будем Давайте Посолим И Вот так Соли Не жалеем Любит Соль Картошка Все И Вот Такое Все Поехали Ставим На костер Поехали Продолжение следует... Друзья, мы не забыли про Рубику Спорт, поэтому сейчас оставляем оператора здесь, ставим на штатив и идем снимать Рубику Спорт. Поехали! Смотрите, какая красотища! Так, сейчас все будем выкладывать. Горячо! Горячо, горячо, горячо... Держали, ребята, 40 минут. Я думаю, больше не надо держать. 40 минут достаточно. Сейчас мы проверим, какого получилось. Вот так вот. Пахнет розамарином, тимьяном. Шикарно! Так вот. Ну что, ребята, все готово у нас. Потрудились на славу. Сейчас самый кульминационный момент, дегустация. Давайте зеленюшки добавим мы. Это наша зелень с огорода. Мы ее просто заморозили того года. Давайте попробуем, что у нас получилось. Так, с чего начнем? Давайте начнем с тандыра. Давайте начнем с тандыра. Майдер, как все, пропеклось. Ребят, шикарно! Бомба! Розмарин, орегано, лимончик, белое вино. Ну, просто бомба. Пусть понравилась. Пробуем картошку. Смотрите, какая картошка. Картошка в мундире. Горячок. Ричики опять? Сейчас мы тебе дадим, наверное, попробовать. Смотрите. Шикарно! Огонь! Огонь! Так, надо выпить. Повечерело. Стало прохладнее, поэтому выпьем домашнего самогона. Что, друзья? Спасибо вам большое за вашу поддержку. За комментарии, за лайки. Берегите себя. Готовьте так же вкусно. Если мы чем-то вам помогаем, то очень нам приятно. Готовьте по нашим рецептам. Сейчас начинается летний сезон. Поэтому будет много очень много видео. Да и тех, которые мы сняли, тоже можете взять какие-то рецепты и приготовить для себя. За вас, друзья! Не болейте! Огонь! Так, давайте сейчас попробуем маленад, который у нас был с томатной пастой. Соль, перец. А ну, снимите, пожалуйста, нашего дегустатора. Готовьте, иди сюда. А то он мне все... Иди, на! Возьми! О! Понравилось! Видите, как съел сразу. У нас была печень. Сейчас мы ее попробуем. Печень тоже получилась на костре. Ну, нежная печень, как печень. Ну, как раз они все похожи. Давайте возьмем какой-нибудь кусочек и попробуем. Ребят, это не сгорело, это просто от томатной пасты. Томатная паста пригорает. Смотрите. Видите, как получилось все. Понимаете? 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 Смотрим маринадов и способов приготовления. Мне понравилась версия тандыри. Она более такая, знаете, как будто подкопченная, скажем так. Очень понравилась мне. Это тоже неплохо, но тандыри вкуснее. Тандыри вкуснее, друзья мои. Так, друзья, все у нас получилось. Всем довольны? Очень вкусно. Рекомендуем приготовить эти блюда, ребят. Заезжайте на рынок, покупайте свежую фермерского кролика и готовьте очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, поддержите нас, а мы пойдем кормить семью. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.